Всем привет, меня зовут Лена, и сегодня в видео я расскажу вам о 20 трендах в инстаграме 2020. Лайк, подписка, колокольчик, ну а мы начинаем. И первый тренд — это отсутствие лайков в инстаграме. Уже у многих блогеров отключили в инстаграме эту функцию, начиная с прошлого лета. Поэтому вскоре, я думаю, ждет это и нас всех. При этом лайки, конечно же, ставить можно, но смотреть их может только сам автор этого поста. То есть подписчики уже никак не узнают, сколько лайков вам поставили под фотографией. А все потому, что инстаграм хочет, чтобы пользователи обращали внимание не на количество лайков под фотографией, а на саму фотографию и сам контент. Поэтому теперь, в 2020 году, внимание смещается от лайков к подписчикам, охвату и комментариям под фотографией. Тренд номер два — это большие и качественные тексты. Большие, содержательные, грамотные, интересные, веселые, смешные тексты, которые будут интересны именно вашей целевой аудитории и вашим подписчикам. К хорошим описаниям под фото также переходят и тревел-блогеры, у которых основной контент — это, конечно же, их фотографии. Поэтому тренд 2020 года — это не просто фотография, а фотография, за которой должна стоять какая-то интересная история. Итак, если вы не определились с тем, в каком русле вам двигаться, тогда ловите вам идеи того, про что можно написать под вашими фотографиями. Что касательно формата текстов, то в инстаграме нельзя писать достаточно длинные тексты, поэтому в какой-то момент инстаграм прервет ваш текст. Вы можете его скопировать, добавить либо же в комментарии, либо же просто заскринить эту часть текста и выложить в карусель. Многие, кстати, блогеры прибегают к такому варианту. И самое главное в тексте — это, конечно же, не сплошное полотно текста, абзацы нужны, потому что визуально разграниченный текст с абзацами, эмоджи, надо как-то разнообразить его, чтобы его было просто легче читать и усваивать, я бы сказала так. Тренд номер три — это пометки с текстом на фотографиях. Это не только понимание, где находится какой пост или где о чем можно прочитать у вас в профиле, но и когда человек новый заходит на ваш аккаунт, он сразу листает вашу стену и смотрит там надписи, и у него уже сформировывается понимание, о чем этот блог, подписываться ему или же нет. При этом важно размещать не просто лишь бы какой текст и побольше, чтобы больше прочитать, а какие-то очень маленькие, краткие названия темы, о которой вы написали там пост, но с интригой, чтобы человеку было интересно, что же там дальше или о чем это. И он нажмет и почитает. Поэтому текст в этом случае очень сильно важен, не нужно писать обо что. Тренд номер четыре — это и ГТВ, и вертикальные видео. Это считается очень горячим трендом Инстаграма, конкретно и ГТВ, и многие блогеры уже переходят на этот контент. Это намного удобнее, чем профессиональная съемка, либо же съемка даже на тот же YouTube. Тут особо париться не надо, поставил телефон, записал, выложил. Я бы сказала, огромное преимущество для малого бизнеса, потому что не нужно заказывать каких-то профессиональных операторов, платить большие деньги. Вы просто можете спокойно взять и снять на свой телефон и выложить это в ИГТВ. Также из плюсов — в ИГТВ нет какого-то определенного лимита времени. Главное, чтобы видео было длиннее, по-моему, одной минуты. Уже минутные ролики туда не загружаются. Также можно сделать предпросмотр, и видео из ИГТВ появятся у вас в ленте Инстаграма. Также, если у вас нету десяти тысяч подписчиков и у вас нету свайпа, вы также можете вместо свайпа добавить видео с ИГТВ. И тогда у вас появится вот эта стрелка еще. Вот, допустим, у меня в профиле есть два видео из ИГТВ, вот с такой вот картиночкой телевизора. Это называется предпросмотром. То есть я нажимаю на видео и могу сразу же открыть его в ИГТВ. Но, ребят, есть один минус в этом. Заметила не только у себя, но и у других блогеров. Это видео очень плохо заходит по хэштегам. И, в принципе, оно само очень плохо продвигается. И, скорее всего, большинство ваших подписчиков его и не увидит. Потому что у меня оно набрало всего лишь 229 просмотров, тогда как остальные видосы набирают по 600, по 700, по 800. В тренде сейчас вертикальный контент, и в топе он будет еще очень долго. Пятый тренд — это субтитры на видео. Часто люди заходят в Инстаграм с работой, с транспортом, например, или с какого-то места, где они просто не могут послушать вас и включить звук. Поэтому с целью удобства для этих пользователей можно всегда делать какие-то краткие, тезисные выноски с текстом на самом видео, к примеру. Это касается не только какого-то рекламного видеоконтента, но и просто даже обычных ваших сториз. То есть вы записываете, к примеру, обычную, казалось бы, историю, но при этом вы еще делаете какие-то тезисные подписи, текстовые, под этой историей. И, возможно, человек даже просто листая истории, да, возможно, он не включит звук. Бывает такое очень часто, когда вы начинаете листать истории или же посты, то звук может не включаться автоматически, и вам нужно специально там включить кнопочку, чтобы звук включился. Вот, и некоторые люди просто, ну, как бы забивают на это и в беззвучном режиме смотрят ваши истории. Поэтому какую-нибудь интригующую надпись обязательно добавьте, чтобы человек включил звук и послушал все-таки, что вы там говорите. Тренд номер шесть — это маски. Я уже думаю, это не секрет для всех. Во-первых, их функция не только там как-то замаскрывать вас, сделать вас красивенькой, но и также рассмешить кого-то, побаловаться. А вторая функция — это продвижение. Потому что человек, например, увидел какую-то маску у какого-то, там, одноклассника или кого, да, ну, зашел на маску, потом зашел на человека, который создал эту маску, и потом посмотрел, возможно, даже подписался на этого человека. Кстати, помимо этого, певцы также выпускают маски со своими новыми песнями. Если много людей сделают такую маску, больше людей ее послушают, потом в итоге эта песня заест у вас в голове, у ваших подписчиков, они найдут ее, скачают, и вуаля — бесплатный пиар. Что касательно, допустим, каких-то брендов косметики, если у вас вышла новая подводка, да, вот как вы можете использовать маски в этом случае? Создать маску со стрелками, чтобы девушки, которые ни разу не делали стрелки, примерили эту маску на себя и подумали, стоит ее покупать или нет. Ну, я не знаю, конечно, как насчет этой идеи, но что-то в этом, я думаю, есть. Помимо того, что, конечно, маски там как-то видоизменяют вас, есть такие маски, как пресеты, и вы можете просто с красивым офигенным фильтром снять любое видео, или даже просто сделать фотографию, которую можете потом выложить к себе в ленту, и не надо ее будет дополнительно обрабатывать. Но есть один минус — вы не сможете создать маску, если, например, у вас седьмая винда, восьмая винда, потому что программа идет только на Mac и на десятой винде, поэтому я маску не сделала. Тренд номер семь — это отказ от черных, серых и прочих методов продвижения своего аккаунта. Уже в конце 18-го года Инстаграм начал борьбу с фейками, с ботами и теми, кто их накручивает. Поэтому многие пользователи, которые используют подобные методы накруток, попадают в теневой бан. Что такое теневой бан? Это резкое снижение охватов и статистики в Инстаграме. И, ко всему прочему, ваши фотографии в хэштеги не попадают. То есть люди по хэштегам, которые раньше переходили, больше к вам не переходят, потому что вас просто там нет. Однако вы сами не узнаете, попали вы туда или нет. Поэтому, если вы хотите узнать, в бане вы или нет, просите кого-то перейти на какой-то хэштег и посмотреть, есть ли ваши публикации под этим хэштегом. Если не показывает, значит, скорее всего, вы в теневом бане. У меня было подобное видео, но, по-моему, там я не рассказывала, как избавиться от него. Но этот вопрос я задавала программистам, и они сказали, что единственный способ — это три дня вообще не входить в приложение Инстаграма, и теневой бан автоматически снимется с вашей страницы. Если так не сделать, возможно, вы будете и месяц сидеть, и больше. Поэтому накрутили подписчиков, будьте добры три дня не заходить в аккаунт. Да и я бы сказала, что вообще вам это, наверное, не сильно поможет, потому что у меня будет отдельное видео по этому поводу, вообще стоит накручивать или нет. В данный момент рекламодатели уже не такие дураки, и они прекрасно разбираются, где накрученные подписчики, а где реальная аудитория. То есть они не будут смотреть на ваше количество подписчиков и на ваше количество лайков. Они сразу же запросят у вас статистику, охваты и прочее. Но по-прежнему вы можете продвигать свой аккаунт белыми способами, такими как... Тренд номер восемь — искренность и естественность. Люди устали от глянца и постановочных фотографий, поэтому всем интересно посмотреть, какой блогер в обычной повседневной жизни, какой он просыпается утром, что происходит в офисах каких-то различных компаний, или как происходят какие-то там съемки, как, например, на кухне ресторана готовят повара. Поэтому тренд Инстаграма 2020 — это именно естественные искренние фото, потому что людям интересно видеть настоящих людей вместо каких-то моделей и какие-то жизненные фотографии вместо постановочных. Но смотрите, это не значит, что весь ваш контент должен быть необработанным, каким-то непостановочным. Напротив, свой аккаунт вы можете вести в каком-то определенном стиле, делать какие-то красивые фотографии, тем более если вы рекламируете какой-то продукт, либо живут тревел-блогеры, которые обязательно должны выкладывать красивые яркие фотографии с путешествий. Просто для естественного контента вы можете использовать истории. Если вы будете искренними, то вы завоюете доверие ваших подписчиков. По сути, вам нужны друзья, а не количество подписчиков. Тренд номер девять — восхождение микроблогов. Микроблогеры — это люди, у которых от тысячи до ста тысяч подписчиков. Но при этом вовлеченность в их аккаунте составляет от пяти процентов до пятнадцати. Вовлеченность — это сумма ваших лайков, комментариев, а также сохраненок. То есть это тот процент активной аудитории из вашего количества подписчиков. Если, допустим, у вас тысяча подписчиков, значит вовлеченность должна быть, ну лайки плюс комментарии плюс сохраненки, где-то пятьдесят тире сто пятьдесят. Так вот, почему я сказала про восхождение микроблогеров? А все потому, что рекламодатели чаще всего в последнее время обращаются именно к ним. И есть достаточно причин, почему они так делают. Также блогерам-миллионникам реже доверяют брендам. Из-за систематической накрутки подписчиков, какие-то провокационные посты, например, постоянная смена интересов, я бы сказала, неразбериха и непонятка у них происходит. И плюс я бы сказала, что все знают, что любой бренд, который появится у какой-то звезды в Инстаграме, все знают, что этот бренд проплачен. Поэтому я бы сказала, что никто не доверяет звездам, и никто не верит в их рекламу. Кстати, я нашла один сервис, где-то в статье, не помню где, там я проверила свой аккаунт, именно процент подписчиков, которые лайкают мои публикации, от общего количества подписчиков моих. Ну, я сказала бы, что он меня не сильно радует, потому что за долгое время на меня подписалось достаточно много всяких мертвых аккаунтов. Кстати, недавно я начала чистить ботов, и не только ботов, но и старые какие-то страницы, которые, допустим, мне публиковали фотографии, начиная с 2016 года аж. Я таких подписчиков удаляю, потому что я вижу, что он больше и не зайдет в этот инстаграм. Смысл ему висеть? Я хочу вот как раз-таки отсортировать мусор, который на меня подписан. Что касательно чистки ботов, то это можно делать как с помощью каких-то сервисов, так и вручную. Я сейчас пытаюсь сделать это вручную, просмотрев каждый аккаунт. При этом теперь я знаю, кто на меня подписан, как по никнейму, так и по фотографии. И поэтому люди, которые комментируют, которые лайкают мои фотографии, я их не удалю, потому что теперь я знаю всех их в лицо. Видео на подобную тему я, кстати, скоро выпущу на канале, и ссылочку прикреплю вот в этом углу. Следующий тренд — это юмор, вайлы, прикольные видосики, тик-ток, в конце концов, в инстаграме. Я бы сказала, что это действительно тренд сейчас инстаграма, потому что в основном мои знакомые заходят в инстаграм уже не посмотреть, кто чем занимается, кто что сделал, кто что выложил, а именно посмотреть прикольные видосики, посмеяться, отправить друзьям. Это должно быть и смешно, и жизненно, и даже в каком-то роде это высмеивание каких-то изъянов человека. Людям нравятся те видео, в которых они могут найти и увидеть себя. Поэтому таким видео они будут делиться. Старайтесь делать поменьше упора на какой-то идеальный образ, на идеальное видео, или как-то показать себя с красивой стороны. Людям нравится следить за теми блогерами, которые ставят себя наравне со своими подписчиками, а также обладают здоровой самоиронией. Следующий тренд — это большой объем контента. Инстаграм в последнее время требует большей самоотдачи от вас, побеждая те, кто публикует и качественнее, и чаще контент. Минимально в день нужно выкладывать 1-2 поста или 2-5 историй. Но это минимально, и так вы сохраните связь со своими подписчиками, станете для них ближе, чем конкуренты, а также получите поддержку алгоритмов Инстаграма. Следующий тренд — это новое оформление шапки вашего аккаунта. Теперь вместо имени лучше всего написать то, о чем ваш блог. Если вы снимаете вайны, пишите вайны или что-то там вайны, там что-то еще. То есть это должно быть ключевое слово, по которому вас можно найти в поиске. Что касательно описания, тут, конечно, вы должны написать причины, почему на вас стоит подписаться. Это должно быть очень кратко, очень четко, действительно важно. И все желательно в одной тематике. Например, я захожу на аккаунт, подписала обработку фотографий, допустим, вместо имени, а в описании написано «научу вас обрабатывать фотографии, покажу вам идеи для истории». Либо же «идеи для фотографии», да? И там у вас аккаунт действительно этому и посвящен. Если человеку это заинтересовало, значит, он на вас подпишется. Что касательно ссылок в Инстаграме, то по-прежнему можно вставлять только одну ссылку, но иногда хочется добавить ссылку на такую соцсеть, такую-такую, на канал, на что-то еще. В этом случае вам поможет мультисылка. Можете перейти на мое видео, посмотреть. Это мультисылка «Таплинк». Туда можно добавить огромный список ссылок и подписать их. Следующий тренд — это контент от клиентов, либо же сотрудников. Людям интереснее посмотреть, например, как эта вещь смотрится. Не на модели какой-то, с супер отфотошопленным лицом и фигурой, да? А на обычном человеке, который вот пришел в магазин и купил эту вещь. Просто посмотреть, как оно в реальности смотрится. Следующий тренд — это больше рекламы у блогеров. Что касательно рекламы от Инстаграм, то цена одного подписчика стремительно растет. Также растет количество новых качественных блогеров, к которым прислушиваются. Так как конкуренции у этих блогеров много, то и цена у них за рекламу не такая уж и высокая. Помимо рекламы, также блогер поможет вам сделать и контент, потому что вы можете взять его рекламное видео, либо то, что он снимет, либо сфотографирует, и опубликовать к себе в аккаунт. Следующий тренд — это брендирование вашей ленты. Это не значит, что вы должны прям какую-то определенную сетку выдерживать. Вы можете просто добавлять какие-то фирменные значки, какой-то текст определенный, шрифт этого текста, логотип, и может определенный какой-то цвет, который ассоциируется с вашим брендом. То есть то, за что глаз может зацепиться, и человек поймет, что это ваш бренд. Но при этом я не советую делать вот такие вот коллажи. Тоже покажу пример где-нибудь. К сожалению, это некрасиво смотрится у вас в ленте. Этот подход уже давно устарел, потому что когда бренд начинает выкладывать эту огромную фотографию, в данном случае 9 штук, то в вашей ленте находится просто беспорядок. Помимо этого, вам, конечно же, всегда придется выкладывать по 3 фотографии сразу же. Очень сложно на таких фотографиях коллажированных добавить какой-то текст, потому что где он находится из 9 фотографий неизвестно. Ты открываешь любую фотографию, там пусто, 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 и где? Где полезная информация, где текст, где тренд 20-го года? Да и по сути даже вот отдельная картинка вашего вот этого модульного оформления аккаунта выглядит непонятно, что это. Вы ленту листаете, что это, что это? Кусок сумки или лица. И если у вас не такая качественная фотография, то приближая эту фотографию или открывая ее в ленте, она будет мутная, некрасивая и непонятно, что это. Но если вам нравятся подобные коллажи и модули, то просто вы можете сделать каждую картинку самодостаточной. Вот тоже, опять же, где-то покажу пример. Здесь три картинки образуют единую линию, но при этом каждая из них может существовать отдельно. То есть в вашей ленте они будут смотреться, ну, как обычная фотография. Следующий тренд — это обучалки и лайфхаки. Если вы блогер, делитесь личным опытом, лайфхаками, какими-то своими советами. Если вы бренд, то можете просто снимать видео о том, как правильно пользоваться, как лучше пользоваться тем, что вы продаете. Что касательно кулинарных аккаунтов, делитесь рецептами. Если же у вас очень часто какие-то рецепты в вашем аккаунте появляются, значит, вы можете создать определенную рубрику и оформить эти фотографии в одном едином стиле. Так, чтобы, например, в вашей ленте человеку было проще найти эти рецепты среди ваших фотографий и других видео. Либо же вы можете просто добавить какой-то определенный новый собственный хэштег, и нажимая на этот хэштег, пользователю открываются все ваши посты с вашими рецептами. И последний тренд на сегодня — это игры и загадки. Это один из самых вовлекающих типов контента, поэтому я думаю, что вам он пригодится. Например, Лего просит угадать, какой из четырех вариантов является зеркальным отражением главного человечка. При этом в комментариях мнения разошлись, а это именно то, что вам нужно. Активная аудитория, которая активно комментирует ваш пост. Инстаграм считает его интересным и начинает больше предлагать другим людям. Итак, давайте подытожим все то, что я вам сегодня рассказала в видео. Вместо гонки за лайками старайтесь подталкивать вашу аудиторию к диалогу в комментариях. Также создавайте маски, пишите большие тексты, а также снимайте вертикальные видео в ИГТВ и истории. Добавляйте на них текст, на видео субтитры, а на фото подписи. Будьте честным и искренним, а также откажитесь от серых и черных методов накрутки. Покупайте рекламу у микроблогеров, а также делайте развлекательный, прикольный и интересный контент. На этом у меня все, надеюсь, что видео вам оказалось полезным и интересным. Если это так, ставьте лайки и делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Ну а также переходите на мой развлекательный канал, чтобы посмотреть мои прикольненькие видео. С вами была Лена, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok